Всем привет! Вторая кожа, спасение памятников и мировой конгресс. Об этом не только в программе новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Массачусетского технологического института получили искусственный материал, который можно надеть как вторую кожу, невидимую, прочную, водоотталкивающую. Вторая кожа наносится в два этапа. Сначала на тело накладывают полимер, который выглядит как крем. Затем накладывают второй крем. Это катализатор на основе платины, благодаря которому формируются химические связи между слоями полимера, и он приобретает форму прочной прозрачной пленки, а также прочно прикрепляется к естественной коже. Исследователи рассчитывают, что новый материал можно будет использовать для лечения кожных заболеваний и для прямого транспорта лекарств в клетки кожи, а также в косметических целях. В России. Восстановить сирийскую Пальмиру, пострадавшую от рук радикальных исламистов, помогут ученые из Государственного Эрмитажа и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия. Значительная часть археологических коллекций из Пальмирского музея была своевременно эвакуирована, однако вывести удалось не все. Часть экспонатов осталась в разгромленном могиловцем издании Пальмирского музея. Сейчас началась работа по репаспортизации коллекции, реставрации археологических предметов. Необходимые условия для посещения российскими учеными освобожденного сирийского города будут созданы в ближайшее время. И напоследок в Татарстане. Восьмой мировой конгресс по синдрому Ретта в этом году состоится в Казани с 13 по 17 мая. Научно-практический форум направлен на более близкое ознакомление с многоаспектной проблематикой синдрома Ретта и других редких заболеваний. Научный комитет конгресса представлен 15 учеными из Австралии, Великобритании, Израиля, Италии, Нидерландов, России, США, Франции и Японии. В конгрессе примут участие выдающиеся ученые в области редких заболеваний синдрома Ретта, врачи, педагоги, психологи, реабилитологи, лидеры пациентских организаций, представители некоммерческих организаций и органов власти. А на этом все.